Второй тайм начался. Счет 4-1 в пользу Промезлистбанка, а мяч сейчас контролирует Альянс. Валентин. Любека на Серегина. Тут возвращается под рука Валентина. Неспешно как-то комбинирует, пытается Альянс. Но я думаю, что в силу того, что очень грамотно обороняется Промезлистбанк и не так уж и много свободного пространства. Довиденко. Последний, но рискует все-таки индивидуально проиграть. Цепенко на иззал, ему все-таки вызов какой-то. Пришлось отдавать мяч. Чернук. Ускоряется. Перекусывает передачу Серегин и вовремя сделал. Митин. Возвращает обратно на Канеченко. Законтролировали, точнее, начали контролировать мяч. Будет так грамотнее, правильно выразиться. Потому что видно, я разделал выводы определенные. И немножко начали по-другому играть. Перекусывает передачу. Довиденко с мячом. Если разогнать атаку, сам пытается пробиться. Но тяжело, вдвоем плотно опекали. Да и выбрал не ту сторону, как мне кажется. Для прохода. Удар. Парирует. Шебека. Это будет угловой для параллельбанка. Женя, твой семерочка. Женя, твой семерочка. Все, все, все. Все. Женя, ближе к нему, что он пас я дал. Все. Контролирует мяч. Фолл первый со стороны Альянса. И Черник. Черник у мяча. Удар. Селвин блокировал. Хотя там так врывался активно. Митин мог замкнуть. Давай, давай. Принимай, принимай. Саша, Саша, руками все. Мяч по киму пределы поля. Поэтому Круглый будет водитель. С поля, с поля. С поля, с поля. С поля на поле подсказывает капитан. Женя, дали уйди, Женя, дали уйди. Валентин Павлюк ищет кому отдать. Диагональ можно было направо, но там закрылась уже зона. И вот пытается все-таки пройти потихонечку туда. Начинает его вытеснять. Ничего не оставалось сделать, как пробить. Выигрывает этот мяч Стофенко Валерия. Но остается он все-таки по итогам у Пиба. Чайковский врывается. Удар. Никакой по перспективе хороший удар. Сансака наносил. Игрок, который у нас уже забил гол. Чайковский Алексей. Чубейкову отмечит Груфф и Доренко. Побеги к нему, Капа! Пошли, 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 пошли. Попытается разогнать как-то атаку. Альянс подключает к гол кипера. Хотя мне кажется, что это было очень рисковое решение. Все-таки успевает он вернуться. Какое-то время успели вернуться таки. Но вот это все еще, как говорится, отголоски той атаки. Заблокили. Серьезен сразу же пытается его разогнать по флангу. Он проглевал. На Брючука. И да, мяч до него таки доходит. Но он, похоже, не поверил в то, что... Да и сцепление потерял, собственно, поэтому... Хорошо сейчас комбинирует променец банк. Это может быть очень опасно. Она не проходит. Сразу Федоренко. Чтобы гоняться до Веденко. Но ходит, да, как пробросит дальше мяч. Но скорости тут не хватило, откровенно говоря. Угловой будет сейчас для ПИБ. Дальний заброс до капитана команды. Калинченко войдет в стол. Тот возвращает обратно. А вот Козюк поприснет глаз. Спорный момент. Но все-таки мяч переходит к Альянсу. Не проходит до передачи. Альянсу не проходит до конца. Альянсу не проходит. Но Альянс будет продолжать бороться до конца. И хоть у них сбор сегодня неполноценный. И основных лидеров мы не видим в команде. Но так как мы знаем, что Альянс частенько у нас, как бы, можно сказать, на грани собирается. Поэтому, конечно, что говорить. Давиденко накрутил. И ударив с левой ноги, в своем собственной манере забивает мяч. И делает дубль. На 25-й минуте. Подсказывали, что самому нужно там ему идти. И он послушался об этой подсказке. И успешно все завершилось. 5-1. Альянсу, конечно, нужно будет постараться, чтобы отыграть 4 мяча. По такой игре. Хотя все еще может быть. Надо еще играть и играть. Сверху минут 15-14. Да, не заброс, козык прихватывает сразу. Возвращает обратный удар. Не совсем точно. Пробил это Сергей Федоренко. Калинченко будет на мяч в игру. Пытался там дать. Возвращает Мохамена. Шумейко отобрать мяч. Комбинирует сейчас классно. А вот чуть-чуть не хватило там Дмитрию, такое впечатление, чтобы прицельно прострелить. Или выстрелить. Чем ответит Альянс? Блин, ну паблюк. Зачем-то решил последним попытаться обыграть. И хороший шанс у Довиденко сделать хитрик. Но попадает он в Федоренко. А можно было и отдавать, действительно. Мохаменко здесь в этой ситуации. Попросить сыграть сам. Да, сыграет чаще. Но это такое как. Немножко юмора от комментаторов. Калинченко-Владислав дождался, пока не спеша подбежал игрок Альянса. И продолжает перепасовывать. Это гол. Да, и здесь зрячая комбинация. Андрей, уточните, пожалуйста, на всякий случай. Завивает у нас Митин Андрей на 27-й минуте. Чет таким образом становится 6-1. Передача. Хороший был шанс у Козюка, но похоже. Невоспользованием. Полностью этим. Мячик каким-то немножко курьезным образом переходит снова к Альянсу. Где он перехватывает. Кабаренко пытался заблокировать, но передача на Черникова все-таки проходит. Это руки, желтая карточка, конечно же. Немножко похоже не сориентировался Павлюк Валентин, где он находится. Либо наоборот прекрасно сориентировался и заблокировал опасный голевой удар. Чернюк. Меча. Знаем, что хорошо разыгрывает Парменвестбанк штрафный. Могут и пробить, а могут и разыграть. Нет, все-таки разыграет Довиденко. И это угловой, потому что Шебеков все-таки помешал. Стоял на траекторе полета мяча и помешал ему. Мораза играет, Калентинка Владислав. Как-то не хватает темпа к сегодняшнему матчу, как по мне. Слегка сонным он смотрится. Шумейка. Валентин Павлюк. Прикусывает. Но момент для удара уже потерян, поэтому придется комбинировать. Напоминаю о том, что он забивал у нас уже. Заброс, но не точно, Черковский. Разгоняет эту атаку, проливает на Хоменко, тот прострелит на Чернюка. Ай-яй-яй. А вот если бы остановил, классно выглядела бы эта комбинация. Чебека поднимает. Ну, слишком поздно, да и не точно. Даренко забирает этот мяч. Продвивал Дану Степенко, на самом деле, как и перехватил Чернюк. Что же Петр притримет? Решил бить. Халёстка с нацака наносил удар. Плотно в борьбу вступает Довиденко, и все-таки выгрыз, но немножко виловатый какой-то пас получился, поэтому мяч снова у Альянса. Козёк, обещается в центре, нашел все-таки место для проверки дачи, но мне кажется, Брючук здесь немножко принял поспешное решение. Как будто бы успешил как можно быстрее избавиться от мяча. Блядь, что там? Брючук. Перекусывает. Козёк, один на один, будет бить, и Коляниченко парирует. Парирует, да. Приготовился к удару, видно было, что выбрал правильно позицию, потому что не двигался. В той ситуации это было правильно, ну и Козёк не смог переиграть в этой ситуации Валентинка-Владислава. Теперь этот мяч Павлюк Валентинка. Будет похоже бить. Нет. Шернюк. Давай, давай, давай. Мяч походить кулаут. Козёк снова с мячом сбрасывает обратно на... Решили подключить пятого игрока. Альянс сейчас понимает, что возможно это будет какую-то пользу приносить. Задись! Шире! У него, у него! Чубека. Поднимает. Мяч доходит все-таки до Бричука. Тут пытается как-то протолкнуться. Не выходит. Спокойно забирает этот мяч Калинченко-Владислав. Сразу же вбрасывал вперед на Чайковский. Оттого встретил Павлюк Валентинка. Снова он помешал мячу влететь. Да, но мне кажется, считанные моменты остаются для того, чтобы не пропустить за спину, потому что дважды по факту не воспользовались таким моментом. Угловой для ПИБ. Не спешат они никуда, но в принципе счет-то и в пользу. Время играет за них, когда тает. Здесь совсем эффективный разговор углового. Тут же пытается разогнать сразу так у Федоренко. Вот на его Хоменко опекает. Доходит, значит, до Бричука. Нужно бить. И так гол. Да, и перекрывал дальнюю штангу Калинченко-Владислав. И забил у нас гол. Забивает у нас Бричук Влад на 32-ю минуту. И делает счет 6-2. Павлюк Валентин говорит, что всего лишь 4 гола отделяет их от ничейного счета. Надо собраться, время еще есть. Конечно, капитан как оплот оптимизма и здорового спортивного духа это очень важно. Ах, как вот близок был сейчас на самом деле Каменко к тому, чтобы замкнуть передачу. И вот сейчас могут наказать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Был близок конечно, Нитин Такое впечатление, что мы немножко расслабились уже Прими без банки. Прости mantra! По-своему! Арис tasks Забалкировал передачу Доренко, но... Живиденко с мячом остался. Наразый грудь через клинчик Владислава. Можно на центр сыграть. Играет ли? Играет. Возвернуть. Но тут перекусили. Козюк грамотно прочувствовал этот момент. Недовольны друг другом. Мне кажется, что действительно эффективнее было бы в той ситуации отдавать пас. Но понаделся как-то на свои силы здесь Брячук. Что сказать. Хороший момент будет потерян. Снова. Интересно может выглядеть атака. Все-таки получилось у Брячука протолкнуть мяч, но тот спокойно уходит. Митинг забрасывает вперед на Чернюка. Но увы. Не совсем точно. Что-то ломится вперед. Справа. Здесь свечом подключается Фидоренко. Спокойно. Придержи. Павлюк Валентин. Вытянул на себя Павлюк Валентин. Едва не спровоцировал гол самому себе. Точнее не самому себе, а в свои ворота. Но вот сейчас пятый игрок к этому приносит свои плоды. Здесь Серегина забивает гол. На тридцать четвертой минуте. Счет 6-3 в пользу промежной сбанки. У меня такое впечатление, что немножко как будто они расслабились. Счет устраивает. Играем в свое удовольствие. И это может сыграть какую-то нехорошую роль. Ну да. Проснулись, как говорится. Альян сейчас. Почувствовали, что пахнет кровью. Той кровью, которая их устраивает. Серый! Серый! Вот, Фидоренко. Что творит мотивация, да, говорит Кость? Да. Мне кажется, что это еще и... И это гол! 6-4. Козюк все игроки забивает. Давай, я же говорю. Мы сейчас отбиваем, пацаны. Таймак можно? Хорошо. Бросит таймак. Проминвестбанк. Ну, я не знаю. Мне кажется, что еще сыграло роль то, что они активно так хотели забить еще и еще и еще. И за счет этого огоряли зоны. А если бы они стали в глухую оборону, я имею в виду Проминвестбанк, команду вбил от футболка, то Альянсу было бы намного сложнее. Ну, я не знаю. Я думаю, что, наверное, все-таки, мне кажется, демотивация определенная. И плюс какое-то спокойствие и нет той активности. Усыпили, можно сказать, Альянс своим темпом. Пип. Забив пип, определенное количество выгодное для себя голову. Можно сказать, сейчас это притихло, что ли. 4 минуты. Ну, мы им захватываем. 2-3 штуки просим. А вы честно, кто бы прыгать, да? Ну, надо и мало учить. Пацаны. Ну, давай. Что стало? Я делаю замены сейчас. Пацаны, я делаю замены сейчас. Мы пообсуждали происходящее на поле. Проминвестбанк таки. Альянс. Кажется, мне такое впечатление, что вот-вот оно, еще два гола, и можно как-то додавить-продавить. Но остается у них около четырех минут играть чистого времени. Контролирует мяч Альянс. Находит зону Бритчук для того, чтобы пробивать недовольно партнера тем, что, мол, часто это делает и не пытается выкатать до верного. А вот сейчас как раз нужно это. Два мяча отыграть не так-то сложно. Блин, ахера так прыгать! Дурак! Ногами у меня прыгает чувак. Было такое у нас столкновение. Аккуратно, но я думаю, что не умышленно так поступить в доведенках. Хотел просто уйти из сектора обстрела, если так можно выразиться. Другой удар для Альянса. Не проходит прострел. И как же манит выход Валентина Павлюка из ворот? Сразу же пытается мгновенно отвечать. Алексей Чайковский. Время, 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 время! Играй! Пришлось ему садиться на замену. Временем Федоренко пытается развлечать атаку. Пробрасывает обратно подвиг. А Валентина... Мяч остался... Нет, не остался. Нет, все-таки остался Валентина. Иди, 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 иди! Разгорали аут на коротке. Федоренко... Валентина Павлинский налегке забрал у него мяч. Валентина Павлинский забирает. Мяч сразу же выбрасывает вперед на Митина. Того плотно встречает. Павлюк... Валентин... Судья, 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 судья! Судья, 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 судья! Внимание! Внимание, судья! Ну отдай! Павлюк с мячом. Перепал бы совесный от... Удар... Качеством передачи такое впечатление. Павлюк, Валентин... Ну, увидим, что у нас будут эмоционально насыщенные последние минуты однозначно этого поединка. Да, разбудили две команды. Поздновато слегка, конечно, но... Я думаю, Пибу-то это и не нужно было, потому что они сделали определенный результат и сейчас... Просто с этого доиграть. А вот Альянс, конечно, только сейчас начал активно вступать в реальную... Ну, динамичную игру, и я бы, наверное, сказал бы пытаться сделать все и исправить. Чисто здесь отобрал Чернюк и Сударенко. Мяч остался у Альянса. Как пробрасывает Чернюка и снова манит ворота и забивает красиво обдуманный свой мяч. 7-4. Чернюк. Я бы сказал, хладнокровно он так и расправился сейчас. В этой ситуации получает желтую карточку Павлюк, Валентин. Довольно содействуем сейчас Альянс, хотя... Вот, вот, вот человек. А он не играет. Сейчас, держи. С него, у него все! Все, все, все! Даренко получит Катюка. 25 эпизодов все в одном сне. Шумейко. Давиденко пытается побороться. И пробрасывает, смотри, поймал на движении. Да, Сержу разгоняется. Удача на Цепенко тут бьет, но не точно. В него, в него, в него! В него! С мячом находит Митина, Чайковский и выше ворот. Такое впечатление, что как будто бы пожалел в этой ситуации. Хотя, возможно, уже какая-то определенная осталась играть свою роль. Да, но не получается ответить. 7-4 счет. Да и в меньшинстве играет Альянс. Четыре игрока на поле. Забросы. Калинченко забирает мяч. Сразу будет Махоменко. Можно разгоняться. Занос свободное. На дальнюю. Туда на Давиденко. Удар! Гол! Восемь-четыре. Да, и Давиденко под самый конец второго тайма забивает свой мяч. Счет восемь-четыре. Чем мы поздравляем команду ПИ. Калинченко.